Дорогие друзья, мы с вами продолжаем путешествие по библейской галереи от Сотворения до Вознесения. Это картины знаменитых художников, которые расположены сегодня в разных музеях мира, но все они рассказывают библейские истории. Мы с вами подошли к полотну, который нарисовал Василий Дмитриевич Поленов. Это крупноформатная картина русского художника, датированная 1888 годом. Принадлежит она Государственному русскому музею Санкт-Петербурга. Размер картины 3,25 метра на 6,11 метра. Сюжет картины связан с историей о Христе и грешнице, описанной в Евангелии от Иоанна. Давайте мы прочитаем то, что повествует евангелист. Евангелия на 8 глава с 1 стиха по 11 мы будем читать. Иисус же пошел на гору Илеонск, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую прелюбодеянию, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав «до» и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался Иисус и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Он же сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Василий Дмитриевич Поленов был ярким, разносторонним художником с широким кругом творческих интересов. Однако, главное место в творчестве Поленова занимает данное полотно, в котором автор стремился рассказать библейскую историю, как реальное жизненное событие. Свой долг художника Поленов видел в концентрации сил для создания евангельского цикла картин из жизни Христа. Почти 40 лет своей жизни он посвятил работе над этими картинами. Первой работой этого цикла и была картина «Христос и грешница». Поленов изображал евангельские события деликатно, ненавязчиво, и это позволяло даже незнающим, неподготовленному человеку понять, о чем и о ком они. Итак, перед нами сюжет из Нового Завета о том, как разгневанная толпа привела ко Христу женщину, уличенную при любодеянии. Фарисеи, самые ревностные иудеи, спросили Иисуса, как поступить с грешницей. По иудейским законам ее полагалось побить камнями. Иисус ответил «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Часть этой фразы автор хотел вынести в название картины «Кто из вас без греха?». Но цензура настояла на том, чтобы его изменили на «Христос и грешница». Цензуры вообще сочли произведение вредным для народа, потому что картину Поленов изобразил Иисуса Христа, как простого человека. Его даже невозможно узнать среди других учеников. Подсказку дает лишь вот этот солнечный свет, который освещает фигуру Иисуса. Спокойствие царит в левой части картины, где изображен сидящий Христос в окружении его учеников и других слушателей. Он вел беседу с ними, которая была прервана шумом толпы людей, которые привели грешницу. Эта толпа показана в правой части полотна. На картине запечатлен кульминационный момент события. Только что был задан провокационный вопрос о том, что же делать с грешницей. В ожидании ответа замерла толпа. Застыли ученики Иисуса Христа. Мы видим, полотно наполнено разнообразными, очень живыми, конкретными по типажу людей. Однако все они взяты в одно краткое мгновение. И поэтому выглядят внезапно застывшими в своей реакции на происходящее. Перед толпой, в которой находится грешница, выделяется фигура фарисея и садукея. Наиболее яростен фарисей. Он, по-видимому, задает вопрос Христу. Слева от него, ехидно улыбаясь, стоит рыжий, упитанный садукей. Хотя их учения и враждуют между собой, но в этом эпизоде они объединились против Христа. Со слов Поленова следует, что мальчик, сидящий вот здесь на уступах лестницы храма, это Марк, один из будущих евангелистов. Справа от Христа изображен Иоанн, слева Иаков. За Иаковом мы видим облокотившегося на посох Петра. В том же ряду, что и Петр, находятся Андрей, Филипп, Иаков, Алфеев. Во втором ряду Иуда, Клеопа и Матфей. Человек с полузакрытым лицом, стоящим у кипариса фарисей Никодим. Один из тайных последователей Христа. Изображенный в правой части картины человек, едущий на осле, это Симон Кириянин, которому в будущем суждено нести крест для распятия Христа на Голгофе. Солнце освещает Христа и фарисея с Саддукеем и цент противостояния. Основная мысль произведения, по мнению автора, заключается в внесении людям добра, умений прощать. Поленов работал над картиной около 15 лет. Ситуацию, которую мы видим, говорит о том, что люди искали Иисуса, чтобы к чему-нибудь придраться. Искали любую возможность, чтобы обвинить Его. Что сегодня ищешь ты, идя ко Христу сегодня, задавая вопросы, что ты хочешь, что-то узнать, что-то понять или же найти повод, чтобы обвинить Его. А как ты относишься к согрешившему? Требуешь ли ты справедливости и немедленного наказания? Или готов простить, дать другой шанс? Помни слова Иисуса Христа. Он говорит, что только тот, кто сам не имеет греха, может осуждать других. Дорогой друг, возможно, ты один из тех, кто согрешен. Помни слова Иисуса. Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok